Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заворачиваем свободный край и прячем рядом с узелком Тянем за резинку и удивляем друзей своими мимическими эквилибрами Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заворачиваем бутылку к ладони Второй конец нити приклеиваем к фену Но главный секрет в правильной подготовке этой удивительной иллюзии Что же на самом деле происходит под атласными простынями? Крепим обувь к двум соединенным между собой палкам Можно использовать пластиковые трубы Держим фейковые ноги параллельно полу и плавно поднимаемся Стараемся удерживать голову в горизонтальном положении Эффект от фокуса будет просто потрясающим Поспорь с другом, что он не сможет соединить стаканы мостиками с трех ножей Стаканы при этом двигать запрещено Расстояние между стаканами больше, чем длина ножа Поэтому на первый взгляд задание кажется нереальным На самом деле все не так сложно Нужно расположить ножки на стаканах Направив их острием в центр Состыковываем их между собой лезвиями Таким образом ножи поддерживают друг друга на весу Проверяем надежность крепления и ставим на ножи стакан воды Конструкция даже не дрогнула Просто невероятно Удивим друзей красивой иллюзией Смотри, кажется, я превращаюсь в стайку бабочек Белой краской рисуем контуры крылатых красавиц Пространство вокруг них закрашиваем в черный Самую большую делаем зеленой А бабочек поменьше окрашиваем в сиреневый, голубой и красный Рисуем усики и наводим четкий контур Покрываем крылышки мелкими точками Размещаем руку на черном фоне И окружаем ее нарисованными на бумаге бабочками Сразу и не поймешь, где заканчивается рука, а где начинаются бабочки Мы знали, что у розы очень острые, шипые Но то, что ею можно проколоть рот, такого мы еще не видели А тебе точно не больно? Нет, конечно, это всего лишь хитрый фокус Для трюка нам понадобится искусственный цветок с длинным стеблем Отрезаем от стебелька два небольших кусочка К маленькому отрезку крепим двусторонний скотч Приклеиваем его с внешней стороны щеки Кусочек побольше размещаем во рту В нужный момент подставляем розу и шокируем друзей неожиданным представлением Для следующего фокуса нам понадобятся две монеты Одну монету кладем на стол плашмя Вторую устанавливаем на ребро Кладем на монетную конструкцию спичку А теперь самый главный трюк Подносим к спичке пластиковую трубочку Спичка начинает крутиться И почему она так остро реагирует на появление трубочки? Секрет в том, что трубочку нужно заранее натереть тканью И эффект статического электричества не заставит себя долго ждать В руке иллюзиониста карточка с розовым кружком Волшебный паз рукой и кружок становятся голубым Как такое возможно? Рассказываем Нам понадобится кусок мягкого пластика Обводим на пластике игральную карту Вырезаем из пластика две карточки Наклеиваем на них круги разного цвета К ладони правой руки крепим полоску двустороннего скотча Прикрываем рукой и цепляем верхнюю карточку на скотч Довольно простой, но зрелищный фокус Какое вкусное печенье! Вот бы оно никогда не заканчивалось! Вау, неужели мечты осуществляются так быстро? Секрет вечного печенья в хитром рецепте приготовления фокуса Нам понадобится поролоновая губка, из которой мы вырезали кружок и слегка подкрасили И канцелярская резинка Отрезаем от губки кусочек Разрезаем резинку Горячим пистолетом крепим резинку к частям губки Делая вид, что откусываем вкусняшку Закладываем верхнюю половинку за нижнюю Включаем актерское мастерство и делаем вид, что жуем Возвращаем кусочек на место Зрители точно не догадаются, в чем дело Вытаскиваем карту и показываем ее друзьям Кладем обратно в колоду Перемешиваем Кладем карты на нож и делаем резкий взмах Выбранная карта оказывается нанизанной на лезвие Как такое может быть? Секрет в том, чтобы заранее сделать надрез на карте А затем мастерски вставить в него лезвие ножа А чтобы карта оказалась в нужное время в нужном месте Тасуем колоду, не затрагивая крайние карты На очереди очень сладкий фокус Высыпаем стик сахара в руку Колдуем Сахар исчезает А на ладошке появляется вкусная конфета Нам понадобятся резиновый палец, конфетка и стик сахара При помощи двустороннего скотча крепим к ладони палец и конфетку Высыпаем сахар в полый палец Затем незаметно снимаем его второй рукой А сладкая конфетка остается в руке Секрет раскрыт А этот фокус под силу только профессиональным факирам Поджигаем кусочек салфетки Бумага сгорает, а в руке появляется мечик Секрет в том, что мечик заранее надо спрятать в руке Держим руки так, как будто в них ничегошеньки нет Фокус смотрится, но очень эффектно А сейчас покажем еще один эффектный трюк с использованием карт На пленке лежит колода Снимаем верхнюю карту Это червовый король Кладем его в середину Заворачиваем пленку и приподнимаем карты Абсолютно непостижимым образом Король просачивается сквозь пленку И появляется с другой стороны Это вообще реально? Нам понадобятся две одинаковые карты и колода Одного из королей кладем рубашкой вверх Накрываем пленкой и слегка подгибаем края карты Выкладываем сверху остальные карты Приподнимаем Король прилипает к пищевой пленке А затем эффектно от нее отделяется И напоследок еще один фокус с картами Снимаем верхнюю карту и кладем ее в середину колоды Прижимаем стопку карт Они эффектно разлетаются кто куда Но валет остается на месте Карта парит в воздухе и даже не собирается падать Для трюка нам понадобятся одинаковые карты И проволока-пружинка Приклеиваем пружинку к одной из карт И крепим на пуговице рубашки Прикрываем валета колодой В которой находится его карта-близнец Ловким движением руки рассыпаем карты Лжевалет вместе со всей колодой падает на пол Очень зрелищно Теперь ты знаешь, почему порхает бумажная бабочка Владеешь целым арсеналом карточных трюков И научился управлять частями тела с помощью резинки Какой из этих фокусов тебе захотелось повторить? Напиши об этом в своем комментарии Ставь лайк этому видео и скорее подписывайся на наш канал И обязательно нажми на колокольчик, чтобы посмотреть наше видео первым